Вот перед нами три хобота. Давайте их сравним и поймем разницу. Лиги 7 с его эффективными виброшвабрами и раструбом для сбора мусора с пола. Лиги D7 со статичной шваброй, которая поднимается на коврах и рабочим блоком 2 в 1. Или флагманский Лиги D8 с виброшваброй, эко-прессом и повышенной силой всасывания. Сравним эти модели по системе оценки Best Robot и поймем, какой выбрать. Всем привет! Добро пожаловать на канал! Мы начинаем! Делайте свои выводы, а здесь мы лучше поговорим о том, что внутри коробки. Базовая комплектация одинаковая. Запасные щетки, салфетки, фильтры, дополнительные аксессуары, включая пузырек для заполнения бачка, инструкция на русском языке. Нужно отдать должное хоботам, бренд стабильно делает щедрую комплектацию. Все три робота получают по 1,5 балла. Каждый робот был очень оригинальным на момент своего появления и получил высокие оценки за инновационность. У всех роботов D-образный корпус размером 340 на 98 мм. Одинаковые боковые щетки, сходная система фильтрации. Лиги 7. Мойщик пола, полотер с двумя виброшвабрами и раструбом почти во всю ширину корпуса, собирающим с пола песок и волосы. В процессе влажной уборки робот брызгает воду под нища и быстро размачивает присохшее загрязнение. Такая система сохранилась и в следующих моделях Лиги. Лиги D7 имеет одну швабру без вибраций, но с подъемным механизмом, чтобы при заезде на ковры не мочить их. Также добавили турбощетку и дополнительный раструб. Система Tunglass Section. Робот собирает им волосы прямо в пылесборник, чтобы они не наматывались на щетку. В Лиге D8 сохранили подъем швабры на коврах и вернули вибрацию. В пылесборник добавили пресс, сжимающий собранную пыль, а на корме сделали заправочное отверстие для станции LULU. Она стирает и сушит салфетки, заряжает робота и доливает воду в бачок. В базовый комплект LULU не входит, ее нужно докупать отдельно. Обзор можете посмотреть по ссылке внизу. Таким образом, в плане конструкции последний флагман самый совершенный и функциональный. Он получает 15 баллов. О, чуть не забыл сказать. Видео ограничимся итоговыми данными. Подробную схему, из-за что начисляются баллы, можете посмотреть в статье на сайте. У всех пылесосов необычный функционал. Фирменное колесо режимов у Лиги 7 позволяет настраивать параметры уборки в разных комнатах, а с помощью записи собственных уведомлений можно позабавить себя и близких. В Лиги 7 добавились две новые функции. Зоны со шторами. В этой зоне пылесос будет игнорировать данные лидара и заезжать под шторы, только если они не лежат на полу. И зоны обхода порогов. Простое решение вопроса с ножками сушилки. А в Лиге 8 количество регулируемых параметров возросло до максимума. В разных зонах можно менять силу всасывания, интенсивность смачивания, скорость вращения щеток, скорость уборки, скорость вращения гусениц, частоту вибраций и количество проходов. Несмотря на то, что большая часть функций у роботов одинаковая, можно заметить, что с каждой новой моделью производитель расширяет функционал приложения. Так, у Лиги 7 появилась функция повышения мощности на коврах, а у Лиги 8 возможность редактирования карты в режиме онлайн. По функционалу приложения Лиги 8 с небольшим отрывом, но все-таки обходит предшественников. Навигация у роботов Лиги похожая. Все они ориентируются при помощи лидара и гироскопа, убирают по периметру и зигзагами, обметают ножки мебели, коробки, вазоны и любые предметы выше 10 сантиметров. Лиги 7 в силу особенностей конструкции не преодолевает пороги выше 5 миллиметров, зато работает на темных покрытиях. Ди 7 и Ди 8 наоборот, легко преодолевают 20 миллиметров, но не заезжают на темные ковры. Черная глянцевая поверхность не в счет. При этом у восьмерки есть крутая функция – ослабить залазание. По сути, это обход мест, где робот может попросту застрять. Пороги, ножки барных стульев и сушилок и так далее. В плане навигации эта модель явно лучше соперников. Лиги 7 расходует запас батареи эффективнее последователей. На максимальной мощности пылесосит два с половиной часа и успевает обработать 120 квадратных метров. Отличный вариант для большого дома. За счет такого рывка Лиги 7 почти догоняет Лиги Ди 7 в общем зачете, но Лиги Ди 8 по-прежнему далеко впереди. В старом обзоре «семерки» не было щелевого теста, потому что тогда у меня не было стенда. Но я заморочился и заново купил робота, чтобы сделать замеры. Думаю, это однозначно заслуживает лайка, а может даже подписки. В процессе тестирования Лиги 7 и Лиги Ди 7 смогли вытянуть кофе из щелей до 4 миллиметров. Такой же результат показал и Лиги Ди 8. При этом в двух точках он зачистил 6,8 миллиметров. Но это скорее погрешность эксперимента, чем реальный прирост мощности. Всем хоботом я засчитываю 4-миллиметровую щель и начисляю по 1,5 балла, так что расклад остается прежним. Лиги 7 с учетом конструкции неплохо справляется с сухой уборкой. Собирает песок и мелкий мусор на ламинате, но на ковры не заезжает. Все-таки это в большей степени полотер. Лиги Ди 8 с двумя раструбами и турбощеткой справился гораздо лучше. Робот прекрасно справляется с соринками любого калибра, вычесывает шерсть, глотает наполнитель. Но лучше всех в сухой уборке показал себя Лиги Ди 7. Он безупречно обработал пристенные зоны и за один проход собрал столько же мусора, сколько Лиги Ди 8 за два. В итоге Лиги Ди 7 почти догнал Лиги Ди 8. Если для вас главный критерий выбора – цена и у продавца хорошая скидка, то есть смысл взять именно Ди 7. В остальном целесообразнее взять Ди 8. Вы поймете почему, когда мы будем говорить про влажную уборку. У роботов стандартный уровень шума в пределах 59-72 дБ. Распределение баллов остается прежним. Результаты влажной уборки показывают, что вибрация имеет значение. Лиги Ди 7, у которого этой функции нет, показал себя хуже конкурентов. Лиги Ди 7 с двумя виброшвабрами быстро отмывает любые загрязнения, включая присохший кетчуп и хорошо промывает вдоль стен. Лиги Ди 8 немного уступает семерке в качестве мытья за один проход, ведь у него лишь одна виброшвабра. Зато он стирает салфетку на станции и за несколько подходов приводит в порядок весь дом, не оставляя разводов после сложных загрязнений. Качество самоочистки можете заценить в обзоре станции Лулу. Еще раз напоминаю, что подробное начисление баллов в таблице на сайте. Переходим по ссылке в описании и изучаем. Подведем итоги. Распределение баллов показывает, что каждый следующий робот производителя оказался лучше предыдущего, что вполне закономерно. Лиги Ди 7 набрал 59 баллов. Он хорошо собирает песок и соринки, но все-таки это робот преимущественно для влажной уборки. По качеству мытья и по автономности семерка до сих пор топовая модель. Лиги Ди 7 набрал 68 баллов. Без виброшвабры влажная уборка не такая эффективная, зато с турбощеткой робот гораздо лучше собирает шерсть и мусор любой фракции. Если в приоритете сухая уборка, можете смело брать именно эту модель. Лиги Ди 8 набрал 73 балла. На самом деле это золотая середина. Он немного уступает Ди 7 по качеству сухой уборки и немного уступает семерке по качеству влажной. Но по комбинированной уборке, функционалу приложения и удобству использования Лиги Ди 8 далеко впереди. В комплекте со станцией Лулу он набрал 96 баллов. Полтора раза больше, чем Ди 7. И это вполне оправдано. Станция доливает воду в бачок, стирает и сушит салфетки, то есть полностью обеспечивает влажную уборку в доме. Нужно только иногда менять воду в резервуарах. Лучшие цены с промокодами я выложил в телеграм-канал, ссылка под роликом. На этом у меня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Увидимся в новом ролике совсем скоро. Пока-пока!